Ребята, всем привет! У нас сегодня новогодний такой выпуск специально для компании Markets. Меня зовут Роман Шкудер и сегодня мы проведем такой технический обзор рынка капитал валют, последний в этом году и рассмотрим, что у нас сейчас происходит. У нас ничего интересного сейчас нет. Биток у нас стоит на месте, я думал, что цена сейчас пойдет выше в зону 17300-18300, но пока что цена стоит на месте, а альта падает. Видите, биток тоже не снижается. Возможно мы сейчас увидим некую консолидацию, такой боковик еще месяца два, потом с хорошим выходом наверх, таким отскоком сильным, потому что мы за последнее время, которое было, не видели нормальных отскоков. Ну вот здесь был отскок, но это еще был такой глобально растущий тренд, скажем так, на рынке. То есть если мы посмотрим, просто можем даже вот так сделать, видите, тогда еще был тренд. Поэтому можно было предположить, что мы увидим какой-то там отскок вот отсюда, после еще силы. Но когда мы пробивали, нормальных отскоков у нас не было, поэтому думаю, что какой-то приемленный прежуток времени мы увидим хороший очень отскок и для этого нужен набор позиций. Поэтому я буду сейчас скорее всего рассматривать, наверное, боковик. Возможно обновят лоу еще 15500, сходит там хвостом на 15 и обратно. Такой тоже может быть, но для хорошего роста нам нужно пробивать там зону 18700. Хотя бы тогда, чтобы был рост нормальный. По аде, ребят, обновили лоу, пока двигается дальше. Думаю, жду ее где-то по 20 центов, плюс-минус. Там уже можно будет рассмотреть на какой-то отскок. Пока что падает. И смотрим на шорт. Возможно, какие-то отскоки, но все-таки думаю, пока шортец. Лонг можно рассматривать только выше 0.29. BNB, как биток, ребят, пока стоит на месте, сильнее тоже рынка, но находится ниже там 263. Вот этот уровень. Если пробьют обратно, будет закрепление, тогда смотрим на лонг. Возможно, приоритетесь снизу, можно посмотреть на шорт. Там цель будет где-то 190-200 долларов. Туда, я думаю, все-таки еще разок сходит. Дальше, что у нас есть. Дот. Вот посмотрим. Дот у нас пока падал. Пробил был 4.96. Там был тоже шортил ниже 5 долларов. У меня ворень тогда стоял после выхода. Я думаю, что может быть какой-то отскок. Но думаю, пойдет, наверное, скорее всего дальше, потому что сильно упали. Сейчас какой-то технический отскок произойдет. И дальше, думаю, с продолжением. Возможно, там сходим на 3.5-4 доллара. Там уже можно будет что-то рассмотреть для покупки на более длинный промежуток времени, скажем так, долгосрок. ЭОС, ребят. ЭОС пока на месте. Уровень 0.79. Пока не пробили. Можно посмотреть где-то на какие-то развороты и так далее. Хотя стоит, видите, как биток стоит на месте. Никуда не двигаться. Он уже достаточно сильно упал. Он там был вообще по 15. Упал уже на 80 копеек. Пробил этот уровень сильный. Поэтому думаю, что могут так сильно уже не сливать. Не сливать. Потому что монета все-таки уже такая, дед такой старый. Значит, 1244 уровень по эфиру. Очень классный уровень, кстати. Сейчас стоят ниже него. В целом, как бы, если до шорта понимаю, все нормально. Но, видите, он пока не идет. Вот. Против рынка стоит. Возможно, какой-то будет пробой. Здесь, конечно, если брать шорта, то обязательно стоп за уровень. И, возможно, посмотреть где-то стояли там 1080. Вот сюда. Дальше там 800, где-то 900 долларов. Плюс-минус есть уровень более дальний. Вот он вот здесь вот находится. 900 долларов. Может быть, сходит туда. Пока что, конечно, пилит, видите, туда-сюда. Но, возможно, будет какой-то разворот ниже, скажем так. Лайткоин. Ну, Лайткоин сильнее рынка, понятное дело. Тут пока шортить, конечно, не стоит. Вот хороший уровень. Как раз вот этот хороший уровень. Здесь вот есть в этом диапазоне 64 доллара. Очень классный зеркальный уровень. Много раз отрабатывался. Видите, сейчас тоже стоят. Возможности постоят. Попробовать взять лонг. Стали там 72 с коротким стопом. Но пока что этот инструмент, конечно, смотрится сильнее. S&P, ребят. S&P, видите, все-таки нисходящую линию тренда пробил сложным пробоем. Вернули обратно, сходил вниз. Сейчас, я думал, может, к концу года вытянуть. Но пока, видите, не идет. Скорее всего, в следующем году, наверное, будет падение. Я думаю, это плохо, что так закрывается. Наверное, пойдем там где-то на 3-3200. Я думаю, вот этот диапазон. Плюс-минус. Вот сюда, наверное, сходит. Может быть, сюда. Ну, я думаю, где-то вот сюда он должен сходить. 3200. На откат. Там дальше будем смотреть. Возможно, ебать, дальше будет сливать. Но, видите, весь год снижение шло. То есть, плавное снижение уже такое с восходящего на нисходящий поменялся. Тенденция поменялась. Если мы посмотрим, вот там месячный график, видите, вот. С 2012 года у нас был рост. Но постоянно, видите, были сразу выкупы резкие. А здесь вот выкупа нет. Каждый выкуп постоянно продавливается с перелог. Поэтому, если не смогут пробить нисходящую линию тренда, тогда, возможно, будет и более, где-то такое долгосрочное снижение. Солана, ребят, ушла ниже 11. Тоже отмечал Татурой. Ниже 11 шорт, смотрите. Прошла она тут нормально. Процентов 10 вниз. Думаю, что дальше будет сливать. Цель по Солане где-то 5-7 долларов. Вот, вот, вот. Тут даже обозначил. Вот сюда вот где-то. 5-7 долларов. Тут можно будет ее ловить. Пока что вышли вниз. Такой консердации. После, видите, сильного падения нет отката. Значит, будет продолжение. И дальше, наверное, будет сливаться с Соланом. Поэтому поставим пока шорт. То есть выше 11 только можно лонги. Или где-то после сильного падения какие-то скуки ловить. Пока буду ждать по 5-7. Там уже, возможно, буду брать в долгосрок. Что тут еще есть? Трикс пока на месте стоит. Еще интересного. Смотрите по Триксу. Ну, сильнее рынка, конечно, смотрится. Ну, хотя, видите, поддавливает, поддавливает этот уровень. Вот этот уровень. Тут есть где-то зона 0.47 плюс-минус. Если продавит, то, думаю, может очень хорошо сходить на процентов 30-40 вниз. Потому что, видите, постоянно выкуп. Но все-таки ближе-ближе к уровню постоянно. Видите, перехая нет. Скорее всего, ребят, туда же можно линию провести, да. Вот нисходящего тренда. Можно так как бы сделать как-то плюс-минус. Ну, типа можно вот так сделать, чтобы оно совпадало. Видите, но все-таки настоящая линия тренда. И я думаю, что все-таки, наверное, продавит этот инструмент рано или поздно. И продавка эта будет хорошая. То есть он достаточно сильно должен пойти вниз. Ну, такой треугольник, видите, он все-таки поджимает вниз. Скорее всего, такие треугольники пробиваются вниз. Если ничего не будет, там, если рынок начинает расти внезапно, он, наверное, Трикс продавит. Ну, нужно дождаться этого. Не надо шортить перед уровнем. Что у нас здесь? У нас здесь Lumen, XLM. Пока тоже давит. Пока что у нас тут? Ну, наверное, будет где-то падать еще на процентов 30-40. Смотрите, какой недельный график. Все свечи красные. Наверное, еще должно быть такое, как бы, финалочка. Там одна-две свечки вниз. Поэтому, думаю, на любом отскоке нужно пробовать шортить его. Ну, то есть, сейчас, конечно, он упал сильно, может откатиться. Ну, где-то на сколько-то 0.78, наверное, надо будет смотреть на шорта его работать. Ripple. Ripple, ребятки, пока что сильнее стоит рынок. Не обновляет вот эти вот все лои, конечно. Ну, уровень 0.37, 0.37, 0.39. Вот, нужно выходить выше. Пока что он так туда-сюда стоит, конечно. Ну, я бы тут пока понаблюдал. Я бы тут не лез. Потому что, видите, неделька вообще. То есть, там, две недели так, две недели так. Нету какой-то определенности. Хотя, может быть, его тут наберут. И он потом улетит нормально, конечно. Ну, посмотрим. То есть, 29, ключевая точка, 29 центов. Вот она. Если это пробьют, то это идет, наверное, на 12-20 центов. Может лететь очень сильно. Это ключевая точка, 29 центов. И Тезос еще у нас остался. XTZ, Тезос, значит, тоже стоял, видите, ниже доллара. Шорт, блин, опять тут сейчас стали ниже 0.8. И пока что тут ни ответа, ни привета. Пока, смотрите, нисходящий тренд. Ничего тут, наверное, надо выдумывать сильно. Смотрите, вон идет нисходящий тренд все время. Ну, как бы, можно так отметить как-то. Сейчас посмотрим. Ну, короче, пока что ему... В целом, ему просто плохо. Ему просто плохо. Тут отмечай, не отмечай. Этого ничего не поменяется. Как-то так можно отметить. Но видите, все-таки нисходящий тренд. Постоянное обновление лоев, никакого там нету пока просвета. Думаю, что любое кат надо пробовать шортить. Думаю, где-то, когда станут нормально уже, в консолидацию, можно рассмотреть. Пока что тут все плохо на самом-то деле. Но будем ожидать. Возможно, следующий год у нас будет более такой позитивненький. Потому что этот год был все время вниз. Возможно, следующий год будет более хорошим. Ребята, кто хочет торговать, иметь нормальные условия по комиссиям и так далее. Видите, нормальный терминал. Потому что биржевые терминалы, там, разные бирж, они реально глюченные. То есть здесь старый добрый метатрейдер работает отлично. Видите, уровни отрабатываются. Объем есть. Поэтому можете спокойно открывать счета, торговать. И зарабатывать. Поэтому, ребята, всем хороших праздников. С наступающим Новым годом. Прибыли вам. Счастья, здоровья. И чтоб всегда все было хорошо. Поэтому увидимся в следующем году. И до новых встреч, конечно же. Всем пока. Пока.